В Киеве начали прямые переговоры по закупке оружия за рубежом. Киев ведет прямые переговоры о закупке зарубежного оружия. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкен, комментируя принятие Рада и закона, позволяющего Минобороны страны напрямую покупать продукцию военного назначения из-за границы. Принятый закон создает для сотрудничества США и Украины абсолютно новые возможности, отметил дипломат. То есть он создает возможность, как в любых странах НАТО, просто покупать по понятной логике вооружение, приводит его словарь и новости. При этом речь идет о закупках оружия и не только у США. Киев в настоящее время ведет подобные переговоры, добавил Климкен. Закупка вооружений способна серьезно усилить оборонные возможности армии Украины. В ритме танка Украина так и не начала создавать свою бронетехнику. Отрасль в стране доживает последние несколько лет. В конце декабря 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев закупит до 20 наименований вооружения, которым еще не снабжена армия страны. В ноябре президент страны Петр Порошенко заявил, что средства украинских налогоплательщиков полностью направляются в военный и оборонный сектор Украины. Белый дом в декабре 2017 года одобрил первые поставки летального оружия Киеву. Эту информацию подтвердили газеты The Washington Post Источники в правительстве США 14 августа 2018 года канадская компания PGW Defense Technologies заявила, что намерена поставить снайперские винтовки LRT 3 вооруженным силам Украины. Поставки планировались на осень 2018 года. Соответствующий контракт был подписан на сумму около 770 тысяч долларов. 25 июля 2018 года стало известно, что Пентагон выделил более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов для нескольких стран, включая Украину. Тогда же посольство Украины в США 24 июля сообщило, что американский конгресс намерен выделить в 2019 году на помощь Украине в области безопасности 250 миллионов долларов МИД России раскритиковал решения США и других стран о поставках оружия Киеву, отметив, что это может вызвать обострение ситуации на востоке Украины.